Ирина Петровна, вы вчера очень уверенно победили. Мы с вами не так давно общались вообще на тему баскетбола. Может быть, что-то интересное произошло за время, которое мы не общались? Ну, во-первых, был очень большой перерыв. То, что мы вчера убедительно победили, это еще не значит о том, что у нас как-то возрос уровень или что-то изменилось в лучшую сторону. Наверное, соперник меньше тренировался, чем мы, потому что мы пережили сессию очень тяжелую. А пережить сессию – это значит немножечко потерю во времени тренировочном. Это раз. Плюс тяжелое время, все-таки эпидемии все это было тоже. Это все в этот период попало. Но стараемся, тренируемся. И потом при такой поддержке, как у нас, вы видели вчера, в зале приезжает автобус Бара. И вот, если сейчас тоже можно наблюдать, мэр города Бара присутствовал вчера на игре, сегодня он с нами приехал. Значит, если мэр присутствует, значит, и весь город за нами наблюдает, ждет результата. Только мы высаживаемся, выходим с автобуса, уже нас встречают, спрашивают, как, что, по мобильным передают результаты. То есть весь город как бы болеет, переживает, живет этими играми. Но вы вообще вот перед началом сезона и этого сотрудничества ожидали, что попадете в такую ситуацию на Украине при, скажем так, печальном отношении вообще к женскому баску? Мы даже не могли об этом мечтать. И каждый раз, приезжая на игры, на нас, наше руководство удивляет и удивляет с хорошей стороны. В принципе, возможно ли, что это станет каким-то долгосрочным проектом? Мы планируем долгосрочный проект. Просто может что-то измениться, какие-то непредвиденные ситуации. Но, в принципе, это планируется на следующий год и планируем сотрудничество. Если команда создается, задачи всегда ставятся высокие, если говорится о серьезном счете. Ну, во-первых, вот моя мечта создать команду и собрать своих выпускниц, которые сейчас играют. Зарицкая Аня, Покаева Аня, Доморадская сейчас играет в Днепре, Киселева в Днепре вот играла. То есть создать именно такую команду, конечно, это с мира фантастики немножко, но есть такая мечта. И, конечно же, если собрать хороших игроков, только о хорошем результате можно думать, мечтать, загадывать. Вот как вы относитесь к тому, что позволяют себе иногда тренера унизить, оскорбить во время игры при всех людях своих воспитанников? И как это отражается на детях? Это очень актуальная тема, и я действительно не сторонник плохого отношения. Наверное, вы знаете, вот когда я закончила сама немножечко, или не перешла, начала заниматься тренерской работой, я думала, что тренер, это стереотип выработался, я думала, что тренер это как цепная собака, он должен орать. Но это противоречило моему духу, моему характеру. Поначалу я тоже как-то последовала, сделала шаги навстречу, но потом, знаете, самое главное в жизни – это быть самим собой. Вот самим собой быть для меня – это быть уравновешенным человеком, человеком, который уважает труд других, уважает прежде всего труд ребенка, уважает прежде всего честь человека. И каждый человек должен быть защищен. У каждого ребенка есть родители, которые леют, воспитывают, не для того, чтобы этого ребенка, взрослую девушку, женщину оскорбляли. Вот. И я не считаю, что спорт и вообще все отношения должны строиться на какой-то ругане, брании. Они должны на взаимопонимании строиться. Да, можно подсказать, можно подсказать громко, потому что это площадка, крикнуть, но ни в коем случае нельзя оскорблять. Я не сторонник этого. Даже проведя ни один чемпионат Европы, наблюдая за тренерами других стран, Вы знаете, такого, как на Украине, я не замечала. Ну, есть пару, допустим, каких-то тренеров, которые, скажем, итальянские, они по своей натуре очень эмоциональны. Вот. Но не знаю, что они кричат, но не думаю, что это маты. Поэтому я сторонник дипломатических отношений с командой, с игроками. Может быть, я не права, может быть, более действенные методы по-другому действуют. Но я считаю, что тренер должен быть человек. Дело в том, что есть тренер Деспа и тренер Демократ. Правильно Вы сказали, что можно добиться хорошего результата одним и другим способом. Вы спросили сторонник, чего я и привержит, чего я. Я бы не хотела, чтобы мой ребенок, вот у меня одна дочь выросла уже, она чемпионка Украины по бильярду, абсолютная чемпионка, представляет нашу сборную на международной арене. И вторая вот растет ей 6 лет. Я бы не хотела, чтобы мой ребенок попал тренеру Деспоту, который будет ее ругать ни за что, за то, что он должен ее обучить и при этом, извините, крыть матом. Научи, покажи, расскажи. И потом, мне кажется, во всех действиях команды, ребенка, взрослого человека, виноват все-таки тренер, который, наверное, не научил. Наверное, от своего собственного несовершенства мы не можем себе признать свои ошибки. Мы, наверное, поэтому и кричим, признают других. Ну да, я согласна, может быть, взрослая команда, может быть, есть такие игроки, которых нужно завести, команду нужно завести. Может быть, мне этого и не хватает. Не знаю, пусть другие, но это не должно быть на грани мата и оскорбления. А вот вы сказали, интересная такая вещь, ваш ребенок чемпион Украины по бильярду. Почему не баскетбол? Как ребенок сделал такой выбор? Ну, девушка Вика ее зовут, Виктория Нагорная. Выбор как? Значит, скажем так, ожидали, что это будет высокая девушка спортивного сложения, но рост у нее метр шестьдесят шесть. Это первое. Второе. Она не спортивного сложения. Это девушка. Девушка в полном смысле слова. И с медалью закончила школу. Голова, конечно, умнейшая. Значит, скоростных данных никаких. То есть, данных для баскетбола у нее не было. Вот. И она занималась баскетболом немножечко, но надо понимать, кому дано, кому какие-то другие возможности открыты. И уже, будучи в университете, начала заниматься бильярдом, попробовала. Прошла отбор. У них тренер был преподаватель, по-моему, с Норвегии. Вот. Прошла отбор. И вот получила хорошие уроки бильярда. Сейчас она преподает в университете физкультуры преподавателем, работает, преподает бильярд и также выступает. Но это, кстати, тоже очень редкий случай, когда тренер, родитель может признать, что его ребенок не совсем талантлив в том виде спорта, который полить, заниматься другим видом спорта, раскрыться в нем и стать успешным. Но ведь ребенку желаешь всегда лучшего. Почему не открыть свои глаза и не заставлять ее прыгать через себя? Ну, во-первых, она не у меня тренировалась. Это тоже я противник того, чтобы дети тренировались своих родителей. Мне кажется, здесь вот какая-то необъективность присутствует. Ну, почему-то мне так кажется. Во-вторых, я посмотрела правде в лицо. Спасибо большое. Удачи вам. Благодарю.